Всем привет! Сегодня займусь установкой замечательного приспособления для моего мотоцикла Husqvarna TE300. По заводу он идет без вентилятора, а так как мы нередко любим кататься по грязи, где приходится много газовать и двигатель начинает сильно греться, поэтому ему необходимо принудительное охлаждение в виде вентилятора. Можно установить либо родной штатный, который продается за отдельные деньги, либо вот такой отличный вариант от компании Trailtec цифровой вентилятор, но обладает значительно более лучшим функционалом. Давайте посмотрим, что тут у нас есть в коробке, и заодно я про него немножечко расскажу. Собственно, сам вентилятор. Сейчас я его распакую. Это провода с предохранителем для запитки вентилятора. Инструкция, болтики и сам вентилятор. Собственно, вот такой вот он крепится вентилятор на правый радиатор. Значит, тут есть у него цифровой дисплей, на котором отображается текущая температура. И, насколько я знаю, можно задавать температуру срабатывания. То есть, сейчас он будет срабатывать на 95 градусах. Потом ее можно изменить. Сам вентилятор на рамочке. Рамочка такая, кстати, плотненькая. Я предполагаю, что даже она каким-то образом сможет защищать радиатор от повреждений. Но это не отменяет брейсы. Коннектор для питания. На многих мотоциклах уже идет штатный разъем, которому нужно будет подключить питание. Если его не будет, то вот есть комплект провода с предохранителем, который мы цепляем напрямую к аккумулятору. Есть вот такой датчик, который вставляется в радиатор. Между сот радиаторов. Для этого используется вот этот клей. То есть, никакие трубы, ничего не надо резать. Все очень гуманно. И подробнейшая инструкция. Аж на целых двух страницах. Все достаточно просто. Нам необходимо снять радиатор. Слить охлаждающую жидкость. Открутить радиатор. Прикрутить. Все вставить. И обратно все прикрутить. Ну, собственно, этим сейчас и займусь. А Девушки, вы contradiction. Радиатор снялся. Продолжаем к монтажу вентилятора. Все достаточно просто. В радиаторе уже есть просверленные отверстия, в которые и прикручивается наш вентилятор. Просто его надеваем сверху. Закручиваем с помощью прилагаемых в комплекте четырех бултиков. Все, после того, как все четыре болта наживили, затягиваем их. Теперь нам необходимо установить температурный датчик в одну из сот радиатора. Я так сейчас примерно прикину, куда я его буду устанавливать. Соответственно, в то место, куда мы будем устанавливать, вдавливаем вот это вещество. Некий Heatsing Compounds. Я так понимаю, что это не типа какая-то термопаста. Основной смысл ее в том, чтобы заблокировать проход воздуха через то место, где будет установлен температурный датчик. Чтобы он не обдувался воздухом, чтобы показывал корректную температуру. Собственно, вот термодатчик я воткнул в сот и втыкаем прямо до конца. Сначала руками, после того, как он руками дальше не заталкивается. Можно взять просто ручкой от отвертки и туда его заталкиваем до конца. Собственно, все на этом. Сейчас вот этот провод, наверное, куда-нибудь здесь прикручу, чтобы он особо сильно не болтался. И можно будет приступать к обратному монтажу. Что касается питания вентилятора. В комплекте вообще идет провод, который в случае необходимости можно подключить к аккумулятору. Провести его парами и сюда где-то вывести, подключить напрямую к аккумулятору. Система она автономная, поэтому ничего кроме питания ей не требуется. На современных КТМах и Кускварнах уже предусмотрен соответствующий разъем. Он здесь присутствует в пучке проводов. Поэтому я просто подключил и на этом все закончилось. Собственно, все. Осталось заправить... Осталось, ну, про провода, да, я сейчас уложу аккуратненько. Заправить обратно охлаждающую жидкость и собрать мотоцикл. И все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...